Приветствую, друзья! На связи Андрей Жериков. Наверное, вы слышали, что во вторник вечером в Лиссабоне прошла встреча, на которой присутствовало руководство компании ID iEagle и некоторые мастера, которые захотели приехать в Лиссабон и лично пообщаться. И, наверное, в ближайшее время мы должны уже узнать какие-то новости относительно того, что там обсуждалось, относительно ситуации в компании. Если новости будут, то, конечно, постараюсь их опубликовать. А в данном видео хотел бы сделать перевод сообщений от Мигеля Гомеса, которые он писал вот на протяжении последних дней в английском чате. Привет всем! Да, сообщения от Мигеля Гомеса покрашены красным цветом, выделены красным цветом. Вопросы и сообщения от других людей синим цветом. И Мигель Гомес пишет, что нет никаких исключений, я не отвечаю в этом чате, потому что это тяжело отвечать людям, которые стремятся обидеть, оскорбить и судят тех, кто старается помочь. И когда кто-то тут выпендривается, я не осуждаю этого человека. Ну, видимо, там кто-то перешел на личности и начал уже конкретно, скажем так, выступать в адрес особенно Мигеля Гомеса. И я его не сужу, то есть вы, ну, скажем, сами, сами создаете себе проблемы, когда слушаете разные слухи и оскорбляете друг друга. И вам нужно понять, что компания ID.Eagle была создана с одной целью, помочь людям восстановиться после ситуации в Eagle Bet Trade или Eagle Bet Trade. И, возможно, вы не знаете, но лидер Аднан, насколько мне известно, он из Турции, лидер Аднан сейчас с другими лидерами приезжает в офис, потому что он об этом попросил, и я сказал, да, приезжай. И любой, кто хочет понять, чем мы занимаемся в ID.Eagle и увидеть документы лично, может сюда приехать. Я об этом написал несколько дней назад. И, пожалуйста, не думайте, что мы то же самое, что Eagle Bet Trade. Мы стараемся работать очень прозрачно, очень открыто, и мы это уже делаем. И мы стремимся всегда быть с людьми, поддерживать людей, несмотря на их решения и несмотря на, возможно, глупые какие-то комментарии. На данный момент в системе 30 945 аккаунтов, возможно, из них, возможно, 25 тысяч участников, плюс семьи, которые заслуживают уважения. И мы стараемся, мы трудимся над тем, чтобы все решить в юридическом поле и найти решение всех текущих вопросов. И ID.Eagle решит все вопросы вместе или без товарищей, которые пытаются вставлять палки в колеса. И наша социальная концепция будет, скажем, будет внедрена ради всех таких участников. И, соответственно, а сейчас некоторые, некоторые тупые комментарии. 70 миллионов в золоте мы приобрели, мы приобрели шахту, золотой прииск. И более того, в золотых резервах глупость в действии или тупость в действии. Вот здесь вот не совсем непонятно. Вот мистер Гомес написал глупость в действии. То есть, он что, вот эти, та информация, которая была озвучена, что была, был приобретен золотой прииск за 78 миллионов долларов. Он это опровергает или что? Вот это не очень понятно. И, или может быть, он наоборот это подтверждает и говорит, типа, а что вы переживаете? То есть, вот это не очень понятно. Бруно, бла-бла-бла, ну, будь поумнее. Я работаю над 30 тысячами 945 аккаунтами. И мы разрабатываем устойчивую модель. И, соответственно, ну, мы действуем. Действуем в твоих же интересах. В этом, в этом и есть моя работа. Чтобы все получилось, чтобы все состоялось. То есть, восстановить капитал, дать людям возможность заработать деньги в рамках закона. И, соответственно, предпринять какие-то юридические действия относительно тех, кто вредит, вредит участникам ID Eagle. На этой неделе, как Доминика говорит, что вы узнаете больше обо всем. Но вы должны понимать, ребята, что мы не действуем на основе слухов. Мы действуем на основе фактов. А факты означают факты, подтвержденные на открытости и прозрачности. Ну, собственно, у меня господину Гомесу сразу хотелось бы возразить. Потому что, если бы компания сама регулярно публиковала официальные новости, хотя бы в виде текста. Никто не говорит, что вы должны там какие-то крутые вебинары проводить на пяти языках. Публикуйте хотя бы новости официальные о том, что вы там делаете на английском языке. Мы уж сами там подумаем, как перевести. То меньше было бы слухов, господин Гомес. Потому что все слухи ходят как раз потому, что недостаток информации от самой компании. С одной стороны, надо похвалить, что время от времени они все-таки что-то публикуют. Проводят какие-то вебинары. Но, извините, вот непонятно. Прошлый вебинар они провели для мастеров, а записи нет. И получается, да, в узком кругу там что-то пообсуждали. Хорошо, у нас там Ирина Абалакова какие-то новости нам озвучила. Но на английском записи вебинара я так и не нашел. То есть, и потом вы удивляетесь, почему ходят всякие слухи. Потому что информацию нормально не даете. И получается, допустим, Мигель Гомес говорит, да не вопрос, приезжайте к нам в офис, и мы все обсудим. Ну, замечательно. Так а почему, например, хорошо, вы в офисе показываете документы. А почему эти документы не отсканировать и выложить где-нибудь на сайте, чтобы их все увидели? Почему для этого нужно ехать за тысячи километров в Лиссабон? Вот это непонятно. Если все законно, все легально, так отсканируйте документы и выложите на сайте. И все. Уже хоть что-то. Потому что на вебинаре, я помню, Мигель Гомес показывал мельком какие-то документы, связанные вот с этой золотым прииском, с майнингом. Ну, мельком показал, и все. И намного больше было бы толку, если бы эти документы отсканированы были и выложены на сайте. И все бы своими глазами все увидели, как подтверждение. Дальше он пишет, что я надеюсь, что это подтверждает, ну, или как бы проясняет то, что мы делаем. И после того, как эти материалы будут представлены, мы будем прислушиваться к людям, к мнению людей и предпринимать определенные действия. Вопрос. Можете ли вы сказать, когда, наконец, наши бэк-офисы начнут работать, я имею в виду, что начнется вывод и внедрение новой монеты. Мистер Мигель отвечает, что внедрение монеты никогда не ставилось под вопрос, а вот вывод зависит от бизнеса. Вот видите, то есть пошел уже разговор, что вывод зависит от бизнеса. Это означает, что мы ждем, когда такие капиталы будут верифицированы, поскольку они не принадлежали или не управлялись нами, или не удерживались нами на самом деле. То есть, переводя на простой рабоче-крестьянский язык, получается, что вот те цифры, которые мы видим в кабинетах, они, да, они у нас сейчас есть. Но, как видите, Мигель Гомес пишет, что такие капиталы необходимо, ну, короче, они должны быть верифицированы, поскольку они нам не принадлежали, и нами не управлялись, и мы их не держали. Но я тут хотел бы пояснить, смотрите, нам это кому? Он имеет в виду, нам это компания IDA Eagle. То есть, да, это как бы новое юридическое лицо. Но, извините, а в IDA Eagle входит кто? Сандра Риберал и Джуниор Аморал? Их-то деньги где? Хотелось бы спросить. Когда, извините, там Джуниор Аморал прыгал по сцене, они там вопили все радостные? Где деньги, которые собирались до весны, до апреля 2018 года? Эти деньги где? То есть, я понимаю, юридически, юридически, IDA Eagle, как бы новая компания, которая, ну, может быть, даже юридически не несет какой-то ответственности финансовой за предыдущие долги. Но, с другой стороны, если Сандра Риберал и Джуниор Аморал являются учредителями новой компании, ну, на них, в общем-то, лежит ответственность, люди инвестировали деньги в EagleBitrade, да, и эти деньги где-то там, да. То есть, что значит, типа, типа, а у нас не было таких капиталов? Ну, лично у Мигеля Гомеса, может, и не было, потому что он присоединился к компании, вот, уже, наверное, летом, да, где-то там в августе, по-моему. А те деньги-то, которые собирались до весны, они-то где? Вот это интересно. И вот как раз тут человек, ну, пишет, в общем-то, логичный вопрос. Ха-ха-ха. То есть, денег нет? А Мигель ему отвечает, ну, ты не знаешь, что происходит, поэтому не надо судить. У нас будет встреча, на которой мы увидим доказательства относительно проблем с кошельком. И после этого я смогу серьезно ответить на твой вопрос. Это случится в среду. В среду, ну, то есть, уже сегодня. Сегодня началась среда, я записываю это видео ночью, по сути. Вот сегодня, в среду, должны получить ответ. Но, меня, понимаете, вот тоже удивляет, сколько месяцев господин Мигель там занимается переделками кабинета, да? Ну, достаточно долго. И получается, что в ноябре месяце, в середине ноября он только возжелал увидеть доказательства, да? Вот он пишет, что у нас будет встреча, я увижу доказательства, которые, ну, подтвердят, что есть проблемы с кошельком. Здрасте. То есть, только в середине декабря, в середине ноября у него начали такие вопросы возникать. Возникать. Прекрасно, прекрасно. Так, значит, тут человек пишет, я восхищаюсь твоим упорством, Мигель. А он пишет, что это не мое упорство, это моя обязанность. Меня однажды очень сильно кинули, и я знаю, я знаю, как себя чувствует человек, который остался без всего. Мигель, я жду вашего комментария относительно того, чему вы себя посвятили. Не очень понятен вопрос. И Мигель отвечает, Патрик, ну, вы достаточно умны, чтобы понимать, что ID Eagle не вернется назад. Ну, я так понимаю, имеется в виду, не вернется к старым, к старым вот этим вариантам. Типа, все обновится, все будет новое. Но, есть вопросы, есть проблемы, которые необходимо решить юридическим способом. Классно. Дальше. Мигель, ты отлично справляешься со своей работой, ты делаешь то, собственно, ради чего, ну, что и должен. Потому что за это тебе платят. А Мигель отвечает, а мне за это не платят. Вон оно как. Еще одно неверное предположение. И мне не давали никаких инструкций действовать ради какого-либо владельца или выгодоприобретателя. Мы ожидаем какую-то конкретную дату относительно вывода. Пожалуйста, ответьте. Мигель отвечает, пожалуйста, ждите новостей на этой неделе. Нам нужно решить некоторые вопросы, чтобы передать точную информацию, правильную информацию. Ну, да, сколько месяцев уже прошло, им еще нужно прояснить. Да. Непонятно тогда, чем все это время занимались. Вы сказали, что с деньгами нет проблем. Ну, относительно золотой монеты проблем нет. Если все пройдет юридически хорошо, то проблем нет. Относительно начислений на кошелек с вашими капиталами, ну, некоторые действия нужно обсудить. Увидим в среду. Вот здесь не очень понятно, если что-то упадет или пришлют на кошелек с вашим капиталом. Вот здесь, ну, как-то он туманно отвечает. Ваша цель должна быть заплатить сначала людям, а уже только потом запускать монету. А Мигель отвечает, что моя цель заключается в том, чтобы управлять капиталом, чтобы вам заплатить. Потому что если у меня нет капитала, нет средств, то, скажем, весьма сложно выполнять план в согласии, ну, двигаться с желаемой скоростью. Но можете быть уверены, что мы не вернемся назад, типа мы не свернем с пути. Мы что, должны любоваться циферками на балансе в наших кабинетах? Нет, отвечает Мигель, потому что если вы слушали меня с самого начала, то знаете, что мы, собственно, создали, ну, постарались создать какие-то реальные решения вопросов. И, ну, включите логику, почему я буду работать только ради циферок. Да, то есть, как бы, ну, логично. Так, тут человек отвечает, вот и подтверждено. Спасибо, Мигель, за твою честность. Подтверждено. А Мигель отвечает, Рик, подтверждение приходит с доказательствами. Давай посмотрим доказательства в среду. Тот человек пишет, сэр, в нашей стране многие люди арестованы в связи с обвинениями, ну, в связи с обвинениями в мошенничестве. Наши нежестоящие партнеры хотят, чтобы мы вернули им деньги. Что нам, что нам делать? И Мигель отвечает, на данный момент ситуация такова, что, по моей информации, кошелек заморожен. И мы запросили доказательства этого, и мы будем это анализировать с лидерами. Ему тут пишет, Мигель, они обналичили очень много денег через бразильскую платформу, я пришлю вам доказательства. Мы проследили платежи в кошельке, который был использован в Eagle Trade Card. И Мигель отвечает, пожалуйста, присылай мне доказательства, которые можно проверить. Это важно, чтобы достичь желаемой цели. Я буду проверять имейлы, присланные от Coinbase. И, ну, и, скажем так, нужно убедиться, действительно ли эти имейлы реальные. И относительно этого мы будем принимать решение и, конечно, объявим о нашем решении. Так, здесь товарищ продолжает, что веб-сайт, через который большие деньги были обналичены. Мигель пишет, можешь объяснить лучше. И человек объясняет, я отслеживал транзакции, транзакции, платежи людям еще в июне через Eagle Trade Card. И главный кошелек, который, собственно, передавал средства Eagle Trade Card, через этот кошелек прошли миллионы долларов в этой платформе. Я считаю, что это деньги людей. Следующий вопрос. А что нам ожидать в среду? Полное закрытие компании? Мигель отвечает, компания не закрывается. Следующий вопрос. Мигель, а золото, которое было приобретено, за чьи деньги оно было приобретено и где это золото хранится? Мы приобрели золотое месторождение или золотой прииск. И это то, с чем Клаудио пришел в ID Eagle. Ну, то есть, идея в том, что мы приобрели, естественно, не добытое золото где-то в слитках, да, а приобрели еще прииск месторождения, которое еще надо разрабатывать и золото там добывать. И получается, насколько я понимаю эту фразу, что для покупки этого месторождения деньги инвесторов не тратились. То есть, Клаудио уже является владельцем данного месторождения, и он как бы решил предоставить это месторождение, ну, включить его именно вот в общую концепцию ID Eagle. Следующий вопрос. Мигель, я полагаю, что Барак Обама, то есть Клаудио Энрике, заверил, что он предоставит финансовую поддержку, чтобы нам всем заплатить. И Мигель отвечает, а ты не думаешь, что предоставление 400 тонн золота в месторождении, что это и есть поддержка монеты, золотой монеты и наших направлений. Но это не имеет никакого отношения к кошельку EagleBitrade. Поэтому лучше думай перед тем, как судить людей. Это означает, что Сандра и Джуниор до сих пор несут ответственность относительно перевода средств вам. То есть, имеется в виду, что получаются деньги до сих пор у Джуниора и Сандры, и они Мигелю, то есть в компанию ID Eagle еще ничего не перевели. И Мигель отвечает, что кошелек, кошельком действительно управлял Джуниор, насколько мне известно. Он был ответственным трейдером или старшим трейдером в EagleBitrade, насколько мне известно. И также упоминалось, что этот кошелек был заморожен. Заморожен биржей Coinbase, и мы, соответственно, запросили доказательства этих утверждений. Но, смотрите, господа, во всей этой истории насчет замороженного кошелька, насколько мне помнится, Джуниор Аморал утверждал, что эти 4000 биткоинов на кошельке, это всего лишь резерв. А торговля непосредственно, вот этот тот самый волшебный робот, который там умудрялся большие прибыли делать, что он управлял какими-то другими счетами. Так вот и хочется понять, если 4000 биткоинов это просто резерв, то а где, собственно, остальные деньги, которыми управлял тот самый супер-пупер робот? Потому что давайте не будем забывать, что вообще-то уже 6 месяцев компания не выплачивает деньги. И если этот робот действительно существует, давайте предположим, что он существует, он реален, то все эти полгода компания прекрасненько с помощью этого волшебного робота приумножала наши денежки на каких-то других счетах, правильно? То есть получается, что эти 4000 биткоинов, да, это крупная сумма, никто не спорит, но по большому счету наличие этой суммы, доступность этой суммы, она никак на работу компании в принципе не должна влиять, потому что, извините, инвесторам компания должна платить не из этих 4000 биткоинов, а с тех самых прибыли, которые делает уникальный гениальный робот, созданный компанией NextIT. Или они, по сути, признают, что никакого робота и не было, а у них были только вот эти самые 4000 биткоинов. Очень интересная ситуация. Следующий вопрос. А правда, что каждая монета будет подкреплена одним граммом золота? Ответ. Да, одна монета подкреплена одним граммом. И будет выпущено 500 миллионов монет. Вот так. Следующий вопрос. Вы хотите нам продать эти монеты? А, ну, раздать, да. Ну, как бы купить за баланс, да? Вы хотите раздать нам монеты, предоставить за 7,66 доллара, а после 23 декабря каждый сможет продать их за 38 долларов. Означает ли это, что компания теряет деньги? И Мигель Гомес отвечает, что новые владельцы рассматривают это как инвестицию, чтобы иметь большую сеть, большую организацию. Это не потеря, потому что 25 тысяч преданных клиентов, лояльных клиентов важны для будущего бизнеса. Любая компания, которая выходит на рынок, нуждается в клиентах. И, соответственно, монета, которая подкреплена стоимостью золота, она не может падать в цене. Ну, то есть, типа, если она привязана, каждая монета, к одному грамму золота, то, соответственно, она не может стоить дешевле, чем один грамм золота. Ну, это логично. Следующий вопрос. Джуниор сказал, что кошелек с 4 тысячами биткоинов был самым маленьким кошельком, который у них был. Вот, кстати, тоже такой интересный вопрос. Да, потому что логика подсказывает, что этот кошелек всего лишь был резервным. То есть, у них должны быть какие-то другие средства. Где они? И Мигель отвечает. Он показал имейл от биржи Coinbase. Мы будем анализировать это в среду. И имейл от Coinbase был получен 30-го. Я так понимаю, речь про октябрь. 30-го октября. Но я был в Дубае, а Клаудио был в Бразилии. В среду. Если обнаружится, что у Джуниора нет никакого замороженного кошелька на бирже Coinbase, каков будет следующий шаг. Следующим будут юридические действия. Вот здесь не очень понятно, что он хотел сказать. Если не заморожены платеж или legal, или юридические. Непонятно. Соответственно, юридические действия будут предприняты после любого, который, ну, против любого человека, который, ну, скажем так, проявил недобросовестность по отношению к финансам. Означает ли это, что бизнес застопорится? Если мы перезапустим бизнес, он будет основан на новой модели. В нем будет прозрачность, в нем будет отчетность, в нем будет внешний аудит. И каждый будет совладельцем компании. Я верю в концепцию в проект ID.iEagle. Я верю в его концепцию. Моя личная история, меня несколько лет назад кинули, и я объясню об этом еще больше в будущем. Моя вера основывается на моем личном опыте. А я считаю, что нет никаких биткоинов на Coinbase. Посмотрим. Я предпочитаю говорить, имея доказательства. В ID.iEagle у нас есть Forex-площадка, которая будет показана на платформе. И если быть до конца откровенным, у меня через 2 часа будет встреча, на которой мы будем обсуждать внедрение кода. Да, у меня был доступ к этому через Through the Network. So you see in personal name. То есть, Мигель говорит, что какой-то кошелек, зарегистрированный на одного человека, на личное имя, и у меня был доступ к этому и так далее. Но что интересно, Мигель здесь говорит, у нас будет какой-то Forex, какой-то механизм, который будет именно показан на вот этой платформе. Ну, посмотрим. И у меня мои собственные причины, как пишет Мигель. Некоторые я уже рассказал. Я потерял 5 миллионов в результате одного мошенника, действия одного мошенника несколько лет назад. Моему ребенку было 3 года, и у меня даже не было денег, чтобы купить продукты. И мне пришлось начинать все сначала. И однажды мы с вами встретимся, и вы увидите мою жизнь. Ну, в общем, вот такое достаточно откровенное обсуждение, откровенные вопросы. И надо отдать должное господину Мигелю, что он нашел время и силы на все это отвечать. Но, повторю, вопросов на самом деле остается еще очень много относительно работы. Ну, как раз сегодня, я так понимаю, состоится вот эта самая встреча, о которой он говорит, на которой будут вот эти моменты обсуждаться. Хотя, если честно, мне странно, потому что Мигель и Джуниор Аморал, они постоянно на этих встречах присутствуют. И мне странно, что нужно было ждать середины ноября, чтобы, наконец, начать откровенно разговаривать. Вот это, мягко говоря, мне не очень понятно. Ну, что ж, поживем, увидим. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго.